Забыл! Забыл! Здравствуйте, друзья! Действительно, когда мы готовили цикл роликов о снаряжении и о одежде для походов на три сезона весна, лето, осень, я забыл про бафы. Но бдительные зрители канала недавно мне напомнили, вот ты сам носишь, а не рассказываешь. А во всех походах ты в бафе. Ну да, ношу, признаю, исправляюсь. Да, сегодня говорим о бафе, но достаточно коротко. Дополняем проект по одежде в походе. Итак, вообще, что такое баф? Это платок из тянущейся ткани, которую надевают очень-очень по-разному. Это совершенно такая мультифункциональная вещь. Изначально просто труба из ткани. Я сегодня использую съемку на две камеры, потому что мы отрабатываем новую модель. У нас впереди съемки аптечек, раскладок, и нужно как-то примериться к тому, что работать будем с плоскостью. Это не очень удобно при съемке с одной камеры, поэтому у нас сверху снимает вторая, я их буду совмещать. Посмотрим, как это получится. Итак, это фактически кусок тянущейся ткани, которая сшита трубой. Ее можно по-всяческому надевать. Существует, честных, наверное, десятка-два применения бафов, но мое применение ограничивается двумя основными практиками. Либо я его ношу на шее во время похода, либо если становится холодно, сыро, дует, то я могу закрыть им лицо. Ну, собственно, большего от бафа, с моей точки зрения, ничего требовать и не нужно, хотя есть люди, которые носят его на шее, под кепку, как завязку для волос, ну, в общем, вещь-вещь универсальная, очень-очень много вариантов. Испанская фирма, которая ее, эту штуку придумала, она, конечно, сорвала карт-бланш, потому что сделали, с одной стороны, очень классную вещь, необычную, новую, универсальную, удобную, но, с другой стороны, дали ей короткое название. И вот здесь сейчас, собственно, происходит то, что раньше произошло, например, с фирмой Xerox, и то, о чем, собственно, все фирмы мечтают, когда их товар с удобным названием становится именем нарицательным. То есть бафами, в принципе, сейчас стали называть любые подобные повязки, даже не сделанные фирмой баф. И, соответственно, любая фирма мечтает об этом, потому что их товар становится, ну, действительно, очень-очень популярным. Ну, в данном случае среди туристов, путешественников, тех, кто исповедует активный образ жизни. Но одновременно с этим обычно происходит то, что фирма офигевает. Офигевает о собственной крутизне, о том, что она выпустила новый товар, заняла свою нишу, никого нет больше, и они загоняют цены в космос. Сразу же, да, оговоримся, что, конечно, здесь виновата не только сама фирма, но еще и наши жадные продаваны, которым тоже как-то нужно жить, жалкие 30% накрутить. А также неудачная история с курсом и кризисом. Но, тем не менее, вот пройдясь по магазинам, вот этот простой платочек на шее фирмы баф я обнаруживал в среднем в районе двух-двух с половиной тысяч рублей. Ну, там какие-то где-то скидки, где-то за полторы, но все равно они фигели. Вот, поэтому как-то это смотрится все мрачно. Со своей стороны я все-таки стараюсь как-то исповедовать такую историю подхода к снаряжению, чтобы это было, ну, в разумных рамках, да. Если мы живем в общем стране, где люди в основном живут небогато, то, наверное, и смотреть нужно нам прежде всего на вещи, которые доступны. За это я, собственно, люблю и Алиэкспресс с особыми оговорками и Декатлон, да. Декатлон нам предлагает недорогое туристическое снаряжение, в данном случае на порядок дешевле. Действительно, и на Алиэкспрессе, и в Декатлоне мы можем найти бафы. Вот эти вот шейные повязки, или как хотите их называйте, в 8-10 раз дешевле. Да, это вот значительно более адекватная для кусочка тряпки завернутого и сшитого цена, на мой взгляд. Хотя фирма БАФ, у меня есть баф от фирмы БАФ, но он на осень, да, он достаточно сложный. И фирма БАФ выпускает множество разных, с Кул Максом, с Ринстопером. Да, но вот базовая история, она совершенно неадекватная, на мой взгляд. Но, вот тут как раз вчера один из наших зрителей хлопнул дверью, сказал, что мы тут устроили рекламу Декатлона. Мы устроили рекламу доступного снаряжения. Но, поскольку Декатлон нам заслал на тест много доступного снаряжения, мы собственно его и тестируем. Но, вот сегодня как раз мы Декатлон не то чтобы ругаем, но критикуем. Мне их бафы, которые я покупал за свои деньги, категорически не нравятся. И я от них со временем отказался. Они у меня уже достаточно старенькие, много лет я их использую. Что меня не устраивает? Меня не устраивает то, что бафы сделаны односторонними. Собственно у фирмы баф тоже много односторонних бафов. То есть принт и цвет нанесен только с одной стороны. И когда вы надеваете этот баф на шею, он начинает со временем перекручиваться, переворачиваться. А поскольку это такая серая тряпочка с обратной стороны, он превращается в грязно-серую тряпку у вас на шее. Выглядит это совершенно дурно, кошмарно, некрасиво. Скручивается, становится узким и перестает выполнять основную свою функцию, закрывать все горло. Потому что тонкая полоска висит, скрученная, грязная, не комильфо совершенно. А везде, в остальных местах все продувается. Поэтому я достаточно быстро завязал с бафами одекатлона и стал искать. По подобную повязку формы необычной, более удобной для ношения я нашел у фирмы БАФ. Носит ее мой ребенок. И она сделана в форме треугольника. Вместе с ношейным платком к нему еще выкроен треугольник. Из того же куска ткани и этот треугольник закрывает грудь. Изначально это была история для того, чтобы еще дополнительно греть район бронхов, легких, закрывать их от ветра. Это правильно, правильно на зиму, но на лето-то не очень, не обязательно это. И я искал-искал примерно такой же формы, но легкие бафы и нашел их на Алиэкспрессе. Вот заказал сразу два, один сейчас на мне, один я положил на стол, чтобы показать. Почему этот баф меня устраивает? Дело в том, что он той самой формы, когда сама трубка, когда сама ткань не только закрывает шею, но и треугольником спускается на грудь. Никакого сугреву от этого не будет, но будет защита от скручивания. То есть баф получается растянут, вы его натянули на шее и он дальше спускается и зафиксирован на груди верхней одеждой. Таким образом баф не скручивается, остается полностью, закрывает шею и очень-очень хорошо держится. Вот последние полгода я хожу в них и мне это очень удобно. Это удобно и когда невозможно надеть шимак. Или когда, например, для шимака жарко. Или вот когда я ношу балахон, на который шимак накрутить невозможно. Можно, кстати, совмещать такой баф тонкий и сверху еще шимак. Мы много работаем на берегу залива, на берегу моря, на берегу озер, на воде, где дует постоянно, где шею нужно беречь. Не только голову, но и шею. Поэтому я и своим ребятам рекомендую и себе накупил вот именно таких бафов. Цена в районе 200-250 рублей, что примерно в 8-10 раз дешевле, чем у фирмы баф. Естественно, это выбор только на весну, осень и лето, да и то на время, когда не очень холодно. Если сильный ветер и холодно, нужно искать варианты из флиса. Они есть у фирмы баф дорогие, они есть у фирм на Алиэкспрессе значительно более доступные. Но это отдельный разговор. Мы же сегодня говорили об удобном бафе на весенние, осенние и летние походы. Мне представляется, что такая форма бафа значительно более удобна и значительно более применима, чем обычная классическая. Тем не менее, его можно и на голову надевать, и волосы завязывать, и на руку повязывать. Все остальное можно также делать, как и с обычным бафом. Ссылку, как обычно, я кладу в описание, можно зайти на Али посмотреть. Там большой выбор всяческих расцветок и цветов. Да, конечно, как и многие другие туристические товары на Алиэкспресс, они не очень хорошие, они не очень долго служат. Но если честно говорить, то вот этот баф от фирмы Баф, который носится где-то примерно тоже около года, он уже в общем вышел из строя. На следующий сезон уже придется покупать новый. Он уже весь тоже истирался, весь и скрутился, и скатился катышками. Алиэкспресс, да, скорее всего прослужит не только один сезон, но он стоит 8-10 раз меньше. И поэтому две штуки купить на сезон для меня совершенно не составляет никакой трудности. А вот, например, каждый год покупать баф это представляется достаточно дорогая история. Кроме того, большинство простых бафов, самых дешевых, они также односторонние. Мне это тоже не нравится. Поэтому не декатлоновские бафы, не бафовские бафы, а Алиэкспресс мой выбор. Выбор здравый, выбор здравого смысла. Мы топили и будем дальше топить за доступное, но хорошее снаряжение. Если будем что-то находить, будем рассказывать. Вот такая история. До встречи в поле.